Всем привет дорогие друзья подписчики моего канала с вами мистер лифтов и сегодня мы будем проходить игру the room 2 я буду впервые играть в эту игру на сколько я знаю это очень сложные головоломки без преувеличения очень-очень сложные и решить их очень непросто ну давайте попробуем проверим мою логику программиста насколько она хороша тут уже надо ввести имя а что она не вводится так ребят технически что-то глюкануло у меня телефон глюканул немножко но бывает так ведем мое имя мистер лифтов обучение тапните по экрану чтобы начать свайпайте чтобы осмотреть территорию двойной этап для фокусировки откройте письмо так и вот у нас есть вот такое письмо что это такое поломанная линза зачем она нужна не знаю непонятно как вернуться наверное вот это аха хорошо понял у нас есть еще один столик интересно что на нем так у нас здесь стоит какая-то шкатулка какие-то непонятные символы нарисованы и еще одна шкатулка ага поворачиваем нажимаем кнопку как открыть ее вот так ага решить пазл давайте подумаем как его решить наверное надо правильно установить пазлы типа так мы можем это вращать и в ту и в обратную сторону а ну это изи слайд ту опен дрейвер аха я понял так что же это такое это что-то для линзы так понимаю а стекло куда тапнуть ты птувезы мы можем видеть с помощью этой линзы то что не видно невооруженным взглядом это по моему отпечаток пальца ухты а как выйти из этого режима о нам доступен какой-то объект я понял кстати хочу заметить что игра это ну вместе с кэшем да она весит довольно много 500 чуть больше 500 мегабайт ну и здесь конечно хороший 3d графоний поэтому на слабеньких телефонах она конечно может подлагивать но на моем работает нормально но вот мы получили вот такую непонятную штуку и что с ней делать может ее надо куда-нибудь вставить установить куда-то давайте посмотрим что вообще это за шкатулка и как ее открыть что-то должно быть здесь может быть вот эта штука нет не подходит может тут есть замочные скважины где-то давайте посмотрим кстати мы можем пользоваться подсказками но она не на английском поэтому я в английском не особо шарю нет ну так понимаю на базовом уровне так на процентов ну десять наверно поэтому будем думать сами вообще головоломки они интересны тогда когда ты максимально сам напрягаешь свои мозги подсказки это уже не интересно понимаете я за то что головоломку надо решать в том случае ты ее ни разу не решал если ты уже прошел один раз то решать ее повторно ну уже не интересно можно конечно но не интересно интересно когда ты решаешь ее впервые вау это что такое это похоже на какой-то огромный компас мы можем вращать эту стрелку нам что-то не хватает может эту штуку можно сюда воткнуть нет нельзя может посмотреть через линзу может тут есть какое-то секретное послание о есть смотрите на письмо с е с в н хо хо так давайте попробуем так и набрать с е с в н нет это не сработало давайте подумаем смотрите а вот эти шестиугольники может вот сюда надо поставить эту штуку ха ха да что я вам говорил но нам нужна еще одна такая штука чтобы что-то произошло где бы нам можно было ее достать под столом тут ничего особенно нету ну вроде бы как нет давайте еще раз подойдем к столу со шкатулкой может быть мы еще не все посмотрели может тут есть какие-то скрытые детали на которые надо обратить внимание нет так мы два раза тапнули Но пока что я не вижу Каких-нибудь таких мелких деталей На которые можно было бы Обратить внимание Или которые бы как-то кидались В глаза или выглядели бы подозрительно Я так понимаю тут надо на любую мелочь Обращать внимание Потому что это может быть важной подсказкой Или какой-то нужной деталь Обожаю такие игры Где надо напрягать мозги А это что такое Смотрите Что я нашел Я нашел еще один шестиугольник Ребята Сейчас мы его поставим На нужное же место Та-дам Вау И открылся у нас какой-то механизм Что мы можем с ним делать А мы можем Поворачивать Вот эти вот Колеса А второе Можем повернуть? Можем Какой-то Железный шарик нам теперь доступен Так Может быть нам его надо куда-то установить А сюда нельзя? Хо-хо Можно Смотрите Появился какой-то глаз Давайте попробуем еще раз ввести с помощью этого компаса пароль Который был тут написан И это сработало Что это? Медальон Куда нам его нужно поставить? Давайте подумаем Давайте подумаем Может быть его надо установить наверх шкатулки? Смотрите Нет Видите он прозрачный Но когда мы подносим Он становится ярким Значит скорее всего Его нужно установить сюда Но нам еще чего-то не хватает А как он вообще выглядит? О Стоп Что это было? Хо-хо Мы можем его двигать А если двумя пальцами? Ха-ха Бинго А если так? Вау Пока что все идет неплохо Ребята Пока что все идет неплохо Ну давайте разбираться дальше Что мы еще можем сделать? Что можем двигать? Мы можем двигать вот так этот шар Да? Получается мы его можем двигать Ух ты! Может нам надо куда-то посветить? Ага Мы должны светить на вот эти символы Так Он передвигается куда-то Так Ищем какие-то вот такие вот символы Вот еще один Так Что будет дальше? Говорят еще это игра С небольшими элементами хоррора Ну не знаю Но то что это сложная головоломка Это я уже понял Ну по крайней мере пока что Все не сильно сложно Но тут несколько уровней Поэтому это первый только Наверное на других уровнях будет сложнее Так Тут где-то еще есть какой-то символ Куда нужно посветить Подождите А вот и он Что это? Что это? Опс И что нам теперь? Что мы можем делать теперь? Мы можем двигать Ага Нам надо создать символ Вот такой логотип Как тут показано Ага Та-дам Та-да-да-рам 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 Уровень пройден Так Ну давайте еще один Ну это было Я бы не сказал Что прям Ну сильно Невыносимо Уж сложно Ну Действительно Пошевелить головой Надо Пошевелить мозгами Я хотела сказать Интересная игра И Мне нравится Ну давайте еще один уровень Так Где мы вообще находимся? Это какой-то Старый корабль Я так понимаю Пушка Ядра И тут стоит еще Какой-то мелкий корабль Мы с ним можем Как-то взаимодействовать? Так Это однозначно Какой-то механизм Сюда нужно что-то положить И что-то произойдет Я так думаю Так Тут Я не знаю Что это такое Возможно Тут мог бы быть штурвал От корабля Но его тут нету Так А линза наша работает? Работает Так А тут что? Какие-то Рычажки Механизмы Ничего такого Тут Я не вижу Мачта О! Ха-ха! Смотрите Оно вращается Тут Эти части Вращаются Наверное Тут надо правильно Составить рисунок И что-то Произойдет Ха-ха! Да Мы получили Маленький Золотой Ключик Отлично И Как мы Можем его Применить? Подождите Это все Что здесь Есть? Корабль Да Это все Что тут есть Ничего больше В комнате Я не вижу Давайте посмотрим Тут где-то есть Что-нибудь Куда можно Вставить Этот самый Ключик Я пока Ничего Такого Не вижу Так Что это Пушки Так стоят Как на таких Как будто Они подвижные Да Они действительно Подвижные Если мы Передвинем То Хе-хе И у нас Появилась Замочная Скважина В которую Скорее всего Можно вставить Этот ключик Ну да Что и следовало Доказать Класс Еще один Ключ Какие-то Выключатели Так Вау И у нас Теперь Стал доступен Сундук Так Что тут Есть у нас Сундук Что мы Можем С ним Сделать Ну логично Что его Надо Открыть Как-то А как Книга Книжка Смотрите Здесь Что-то Написано Хорошо Так Все Все Закройся Давайте Посмотрим Что у нас Тут есть У нас Есть Какая-то Такая Вот Ух ты Мы Можем Двигать Это Так Может Вот этот Ключ Надо Использовать Какой Интересный Ключ Мы Больше Ничего Тут Не О Мы Можем Вот Это Двигать Смотрите Наверное Нам Надо Правильно Выставить Так Чтобы Он Попал В Замок А ну Давайте Попробуем Еще Раз Может Получится Да Отлично Так Мы Открыли Сундук И у нас Открылись Какие-то Сложные Механизмы Суть Которых Мне Пока Не Очень Ясна А это Что за Рычажок Он Так Нагло Бросается В глаза Наверняка На него Нужно Нажать И мы Видим Здесь Просто Какое-то Радужное Изображение А если Посмотреть Через Волшебную Линзу Ух Ты А вот Тогда Все Становится На свои Места Так А что Мы Должны Сделать Так Так Ясно Ни слова Больше Так У нас Почти Полностью Разблокировался Вот этот элемент Но нам Нужно Найти Еще Какую-то Штуку Которая Где-то Может Прятаться Я Даже Предполагаю Где Я предполагаю Что она Прячется Именно Вот Тут Но Что-то Нам Еще Не Дает Его Открыть Подождите А вот Это Что Так А Это И ответ На Наш Вопрос Так А что Нужно Сделать Здесь А Ничего Особенного Так И Что Это Так Это Это Мы Можем Взять Как-то Достать Нет Может Сюда Надо Что-то Вставить Вполне Возможно Что Сюда Надо Вставить Это Как Шестеренка Какая-то Наверное Сюда Надо Вставить Какую-то Детальку Которой У нас Пока Что Нет Ну Надо Ее Наверное Найти А Это Что Такое Где-то Такие Треугольнички Я Уже Видел Может Это Подсказка Как Было Открыть Тот Замок Потому Что Там Такие Треугольнички Были Треугольнички В Треугольничках А Это Что Еще Такое Подождите А Что Это Такое И Еще Одна Какая-то Подсказка Так А У нас Больше Ключей Нет Ну Или Что Нибудь Такого Куда Можно Было Бы Вставить Ключик Ну Пока Что Ничего Такого Я Не Вижу На Самом Деле А Это Что Ух Ты Что Это Какой-то Цилиндр Вау Интересно Интересно Что Мы Можем Сделать Этим Цилиндром А Нельзя Либо Куда Нибудь Поставить Например Ну Вот Это Да Круто Так Крутим И Что Теперь И Мы Открываем Что Это Это Похоже На Какую-то Карту Не Знаю Кнопка Так Вот Что-то Светится Мы Можем Зажигать Лампочку Под Каждой Клеткой И Что Тогда Нажимать На Кнопку Нет Не Работает Может Записка Поможет Нам Прочитать А Возможно Нам Нужно Двигать Корабликом Вот Этой Фишкой С Изображением Кораблем В Правильном Направлении Две Клетки На Север Потом Две Клетки На Восток И Потом Три Клетки На Юг Давайте Попробуем И После Каждого Хода Надо Кнопку Нажимать Да Не Так Может Быть Сначала Два Раза Сюда Так Тоже Не Получается А Если Весь Путь Сюда Потом Сюда А Потом Раз Два Три Сюда Ага Я Понял Так Следующий Ход Четыре Мили На Восток Четыре На Север И Две На Подожди И еще Раз Две На Восток Да То есть Четыре На Восток Давайте Раз Два Три Четыре Мы Не Можем Может Надо Сброс Нажать Не Нажимается Подождите А вот Тут Есть Такой Ключик Что Это Может Сюда Надо Вставить Ключ Смотрите А Фиг Вставишь Подожди Что Он Пишет Ладно А Мы Как То Можем Взаимодействовать С этими Штуками Мы Их Можем Двигать Так Погодите Может Их Надо Разместить В правильном Направлении И сделать Из них Замочную Скважину А о таком То я И не Подумал Сначала А А ведь Это Может Сработать Это Ведь Потенциально Хорошая Идея Хе Хе А Теперь И А Теперь Совсем Другой Разговор Так Еще раз По какому Маршруту Мы Идем Поехали Так Теперь нам надо Не смущает Что вот тут такое радужное покрытие на этой бумаге Вот Когда было радужное покрытие Мы могли через линзу что-то видеть То что мы не видим без линзы Давайте проверим Верна моя логика или нет Да Ребята Мы можем управлять этим как-то Правая руля Левая руля А что мы вообще должны сделать Я не знаю Может куда-то плыть Так Мы определенно куда-то двигаемся В каком-то направлении А что должно произойти Ну мы Мы Смотрите Еще одна Фигурка Это Это же Компас Видимо мы должны Соединить эти фигуры В одно целое И тогда Что-то Произойдет Думаю Это слишком Очевидно Ага Ну это было Изи Так И теперь читаем Значит Теперь нам надо 6 миль вниз 2 вправо И 1 вверх Окей 1 2 3 4 5 6 1 2 1 Вперед Что это Какая-то Скульптурка И сундук У нас Закрылся Хорошо Возможно Мы должны С этой Скульптуркой Что-то Сделать Может быть Надо ее Нацепить На нос Корабля А давайте Попробуем Так Да Какой я Однако Умный Так А тут Что у нас Штурвал Я знаю Куда Куда Его Надо Установить Вот Сюда Может Его Надо Покрутить Ага И у нас Что это А Это Рычажок Какой-то Сейчас Секундочку Это Мама На секунду Позвала Сейчас Я Продолжаю Короче Что Это Еще Какой-то Руль С Л Р Л Может Это Какой-то Пароль Который А Это Кодовый Замок Нужно Подобрать Пароль И ввести Его Но Где Находится Пароль Хм Давайте Подумаем Где же Он Может Быть Как Как же Это Очевидно Ну Конечно Он Здесь И Мы Получаем Еще Один Кусочек Рубина И Знаете Куда Нам Его Надо Вставить Конечно Ж Вот В Этот Самый Выключатель И Нажать Ух Ты А Это Еще Что Такое Этого Раньше Я Не Видел Что Это Это Какой То Тоже Механизм Да Что Мы Должны Сделать Что Это Такое Мы Можем Эту Вещь Подобрать Что Это На Какую То Похожая Печать Какая То Печать И Что Мы Должны С Этой Печатью Сделать Может Ее Куда То Поставить Надо А Это Гирька И Сейчас Что То Произойдет После Этого Да Ага Так Ну И У нас Доступны Вот Такие Вот Железные Штуки Их Можно Как-то Открыть Может Надо Двумя Пальцами Нет Двумя Пальцами Точно Не Получится Тут Стрелочки Какие-то Есть Может Надо Покрутить Эту Штуку Нет Тоже Не Получается А Это Может Можно Как-то Открыть Тоже Не Работает Так А Тут У нас Что Пустой Сокет Какая-то Кнопка Может Нажать Надо Не Не Получается А Это Что Такое Если Я Правильно Сейчас Догадался И Еще Одна Гика И Поставить Мы ее Должны Наверное Вот Сюда Ни Слова Больше Я Понял Теперь Нужно Сюда Поставить Следующую Фигурку А Где Она У Нас А Вот Она Вот Она Лежит Ни Слова Больше Я Все Понял Так А Это Шестиугольник А Шестиугольник У нас Есть Да Конечно Вот Ж Он Ставим Не Получается А Что Так Это Шестиугольник Да Это Оно Вращается Смотрите Офигеть Это Треугольник На самом деле Просто Сложенный Треугольник У нас Тоже Есть Кстати Говоря Так А Где Следующая Фигурка Я понимаю Сюда Тоже Надо Поставить Фигурку Загнать В нее Вот Эти Штырьки И Откроется Следующая Секция И Следующая Гилька Я уже Понял Но К сожалению Я ее Не вижу В этот Раз А Где Ж Она А Что Это Такое Какой Это Ящик Но Нам Мешают Вот Эти Штырьки Его Открыть Давайте Подумаем Так Давайте Подумаем Как же Это Открыть Может Их Можно Как-то Повернуть Нет Не Получается Может Тут Есть Еще На Столе Какой-то Секрет Но Я Просто Об Этому Не Знаю Вот Какая-то Бумажка Нет Тут Ничего Нет Может Надо Посмотреть На Стол С помощью Нашей Волшебной Линзы И Это Тоже Не Помогает Стоп Вы Тоже Об этом Подумали Стоп Оно Что Двигается Я могу Управлять Этими Штуками Вот Так Погодите Вау Это Просто Офигеть Я Чисто Случайно Заметил Вот эти Вот Мелкие Штучки Так А Теперь Комбо И у нас Еще одна Такая Штукенция Которую Мы уже Прекрасно Знаем Куда Надо Вставить А вот Сюда Раз Два Три А Все Тут Можно И Три Вставить Хорошо У нас Есть Еще Одна Гика И Походу Тоже С Каким Это Секретом Конечно На самом Деле Это Я Так Понимаю Что Это Афиг его Знает Так Не Поймешь И Что Теперь Что Я Покрутил Механизм И Нашел Еще Одну Эту Штуку Не Можно Забрать Да Она Пригодится Нам В Следующий Раз Я Так Понимаю Чисто Вот Случайно Так Может Ее Сюда Можно Поставить Нет Вот Сюда Вот В эту Форму Звезды Я Так Думаю Как То Ее Направление Давайте Подумаем Как Это Сделать А Я Даже Знаю А Мы Вращать Эту Штуку Можем Нет Не Можем Можем Но Она Должна Быть Пустая Для Этого Мы Загоняем Ее Вот Так Теперь Сюда 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 И Сюда Есть И Нам Доступна Еще Одна Гиря И Походу Она Тоже С Каким То Секретом Наверное Да Хотя Не Знаю Вроде На ней Нет Никаких А Это Две Разные Гири И Я Уже Знаю Даже Как Их Использовать Смотрите Вот Эту Мы Должны Положить Сюда И У нас Еще Есть Такой Маленький Кружочек И Вот Эту Мы Кладем Сюда И Сейчас Точно Что-то Произойдет Ага Якорь И Какая То Веревка Металлическая Пружинка Для Часов С Английского Переводится Металл Клок Спринг Хорошо Давайте Посмотрим Что тут У нас Какой-то Рычажок Но Он Упирается В Какие-то Другие Объекты И Они Ему Не Дают Ничего Не Происходит Сейчас Я поставлю На паузу На секунду Да 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 Продолжаем Я просто В туалет Сбегал На секунду Так А что Тут У нас Какая-то Стрелка Возможно Сюда Надо Что-то Установить Еще Чего Не Хватает Так Так А это Что Что Так Это Сбоку Какие-то Штуки Так Их Можно Как-то Двигать Ага Раз И Может Это Еще Надо Сдвинуть Смотрите Нет Оно Не Фокусируется Может Это Еще Надо Сдвинуть Ага И Мы Получаем Отвертку А это Что Кнопка Какая-то Нет Он Не Хочет Фокусироваться Подождите Мы Еще Можем Подойти К кораблю Может Вот У нас Есть Якорь Может Надо Его Куда-то Прицепить На корабль И Тогда Что-то Произойдет После Этого Вопрос Только Куда Его Прицепить Конечно Подождите А может Быть Вот Сюда Ха-ха Да И у нас Появляется Вот такая Вот Звездочка Я даже Знаю Как Ее Использовать Я думаю Вы уже Тоже Догадались Если Внимательно Смотрели А мы Возвращаемся Сейчас К столу К нашей Шкатулке И Устанавливаем Ее Сюда Да Не Нельзя Так И надо Сфокусировать Ахаха Можно И Нужно И Поворачиваем В какую Сторон Влево И Мы Открыли Шкатулку Что Это Ну Выглядит Как Часы Можем Что То Делать Да Мы Можем Двигать Стрелками А Это Что Такое Наверное Какой То Часовой Механизм Подождите А Это Что Такое Какое-то Рычажо Которое Очень Нагло Кидается В Глаза Хе Хе Мы Получили Ключик Ну Давайте Еще раз Посмотрим Вот Сюда Пока Ничего Не Понятно Ладно У нас Уже Есть Ключик Может Его Надо Куда То Установить Так Нет Мы Не Можем Его Сюда Установить Странно А Это Что И Что Произошло Тут Какой-то Защелка Мы Перевернули Часы И Вот Механизм Часов Наверное Ключ Надо Вставить Вот Сюда Да Но Мы Не Можем Завести Часы У Нас Нет Пружинки Нам Надо Куда-то Установить Пружинку Может Сюда Или Может Сюда Ну Вот Это Точно Пружинка Часов А Может Сюда Нам Надо Отвинтить Эту Крышку Так И Пружинку Установить Вот Сюда Ребята Ха Ха И Теперь Можем Завести Наши Часики И Они Работают Так Меня Смущает Вот Этот Механизм Он Крутится И Тут Держится Какой-то Сфер Может Быть Можно С ним Что-то Сделать Может Надо Перевести Стрелки Не Знаю Пока Не Особо Понятно А Ну-ка Еще Раз Давайте Сюда Посмотрим Так О Смотрите Оно Начало Двигаться Два Пятьдесят И Мы Можем Вращать Стрелки Ну Давайте Поставим Часы На Без Десяти Три Слишком Логично Это Кнопки Ага Эта Кнопка Останавливает Этот Барабан А Это Этот А Если Нажать На Две Все Я Понял Нам Надо Освободить Вот Этот Вот Стержень Чем Был Ни Был А Это У Нас Ключик Ребята Это У Нас Ключик От Чего То А Не От Этого Ли Так Ага Нам Надо Собрать Пазл Что Это Это Что Это Кораблик Да Ребята Это Это Изображение Корабля Только Нам Надо Его Собрать Он Пока Что Не Особо Похож На Корабль Ну Вот Уже Вырисовался Отлично И Что Теперь Будет Так И Нам Снова Доступна Какая Это Деталь Так И Что Теперь Нам Катсцена Ну Я Думаю Тут Все Слишком Очевидно Аллилуйя Осталось Лишь Правильно Навести Фокусировку И собрать Логотип Вот Этот Вот И Все Уровень Пройден Если Вот Так Вот Молния Мега Значит Мы Уже Близко Надо Просто Сконцентрироваться Ага Уже Что Что Вырисовывается Ну Тут Просто Надо Правильно Под Правильным Углом И Наклоном Собрать Логотип Вот Этот Вот И Уровень Будет Завершен Я Так Понимаю Ну Так Было По крайней Мере В прошлый Раз Да Да Есть Хе Хе Какие Классные Катсцены Все Уровень Пройден Но Я так Понимаю Это Еще Не Конец Да Если Нажать Континю Да Если Нажать Континю То Мы Оказались Где-то На следующем Уровне В общем Говоря Я так Понимаю Ну Ну А На этом У нас На сегодня Пока Это Все Спасибо За Просмотр Если Вам Понравилось Это Видео И Вы Хотите Продолжение Подписывайтесь На мой Канал Ставьте Лайки И Продолжение Следует Будет Выходить Следующие Летсплеи По этой Интересной Замечательной Игре The Room 2 Ну А пока На этом Все Спасибо За просмотр Всем Пока Продолжение следует